От Великой Отечественной свидетелей победы всё меньше, но те, кто может идти, идут, надев парадные кители и надраев ордена, плаченные кровью более 70 лет назад. У нас есть две традиции в параде. Первая традиция такая, не совсем хорошая, из года в год нас становится меньше ветеранов. Вторая замечательная, нас из года в год всё больше. В прошлом году вышли 14 тысяч. Евгений Левенгард, освобождавший Украину, закончивший войну в Прибалтике, идёт рядом со своим товарищем. Ханан Ласков ушёл на фронт вместе с селью братьями. Вернулся один. Портреты тех двоих, с кем он защищал подступы Сталинграда, Ханан принёс на сегодняшний парад. В первую очередь в Сталинграде месяц, потом на десяти фронтах разных был до самого конца войны. Трежды ранен, контужен. Отмахиваться от них, смеяться над их орденами и мундирами, саркастически дразнить генералами. В Израиле отучились лет 15-20 назад, когда большая русская алия 90-х явочным порядком сделала День Победы тем самым праздником со слезами на глазах. Когда постаревшие солдаты Великой войны возвели стелы и памятники своим фронтовым друзьям и товарищам. Когда с миру по нитке собрали и построили вот такие музеи боевой славы, куда сегодня водят школьников. Это мы сделали здесь всё, чтобы в каждом городе, почти в каждом городе были памятники, чтобы люди знали о Второй мировой войне. В экспозиции Аждотского музея славы гимнастёрки, фронтовые письма, оружие и даже солдатская махорка. Здесь рассказывают о том, что в Красной армии служили почти полмиллиона солдат-евреев. И 200 тысяч из них не вернулись с войны. О том, что 170 были награждены золотой медалью Героя Советского Союза. О том, что бойцы Красной армии освобождали узников Освенцима. Семён Лехтиор, артиллерист, попавший на фронт 18 лет, освобождал в 44-м нацистские лагеря смерти Майданок и Маутхаузен. Там была жуткая картина, я сам это видел. Там эти газовые печи, детские ботиночки там, понимаете. Для слёз захватило дело. Но, слава Богу, мы этих людей освободили. Семён дошёл со своей батареей до Берлина, потерял за 4 месяца боёв в Германии всех однополчан. Он победил. Но совсем немного не дожил до этого мая. Наша встреча с ним была последней. Семён Розенфельд, участник легендарного восстания в нацистском лагере смерти Собибор. Единственный из живущих сегодня. Он под руководством пленного красноармейца Александра Печерского истреблял охранявших лагерь офицеров СС. Но так и не сумел зарубить топором коменданта Собибора Френцеля. Я стою с топором, жду Френцеля. Меня отобрали, чтобы убить Френцеля. Но единственный немец, который не пришёл в назначенное время, это был Френцель. Но у неё судьба была другая. Я фаталист, я верю в судьбу. Это было особое мужество. Восстать там, где в газовых камерах убили 250 тысяч европейских евреев. Восстать, победить, выжить и воевать до конца. 11-летний Макс Привлер бежал из гетто. Мальчишка, разведчик. Он трижды мог умереть. Первый раз, когда нацисты и полицаи расстреляли их семью в одном из яров Западной Украины. Мать повесили. Отец расстрелил со мной. И все братья и сёстры тоже. Поэтому мне очень тяжело. Макс выбрался из-под тела убитых. Взял в руки оружие. Мстил до конца войны. Он самый молодой кавалер Ордена Славы, получивший награду в 13 лет. В День памяти жертв Холокоста, в присутствии премьера, президента, правительства, иностранных послов. В Иерусалиме красноармеец Макс Привлер зажигал факел памяти о 6 миллионах евреях, мужчинах, женщинах, детях, убитых в гетто и лагерях. Расстрелянных во рвах и ярах. Именно благодаря этим героям в Израиле сегодня знают о том, кто оплатил своей кровью победу над гитлеровской Германией. Именно благодаря этим людям в школах Израиля сегодня рассказывают о роли Красной Армии во Второй мировой войне. Именно благодаря этим солдатам израильский парламент Кнесет утвердил именно 9 мая днём победы государственным праздником. Днём, когда, надев ордена, они, бросая вызов болезням и смерти, вновь выходят на улицы Хайфа, Аждода и Иерусалима под звуки военных маршей и аплодисменты благодарных израильтян. Субтитры создавал DimaTorzok